Субтитры подогнал «Симон» 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 И тут пришла сонсиадка из другой улицы, мы так как-то с костиоа знали, и говорит мне, что я в доме, а там, около нее, живет женщина, которая имеет 4 детей, а эти дети, оставленные сами себе, на pewno у Бога ничего не знают, и крадут, и делают много плохого, чтобы эти дети научить немного религию, чтобы они были лучше. А я говорю, хорошо. И эти дети она проводила, я эти дети поставила тут под пиццем и разговаривала с ними. Я до них по-polску, они до мне по-уклеинску, а я этого языка не могла мне снести, это для меня нож в сердце. И как они до мне по-уклеинску, вошла до тамнего покоя, встанула перед образом Пана Иезуса, так, пытаясь, что я могу делать, а этот Пан Иезус такой ласкавый, такой добрый, такой лагодный, я говорю, я знаю, Пан Иезус, хорошо, я это сделаю. И говорю до них по-polску, приходите, буду вас учить, но я только по-polску учила. О том никто не знал, о том научении. А что мы тут делали, то тоже никто о том не знал, а дети были очень дискретны и тоже не выдавали нас. А потом я смотрю, до меня гораздо больше детей преподавают, а я записываю, я себя каждым детским чешу. Уже такая огромная карта записана, вторая, третья и по килку летах, первых, а я не килка, я учила килкадзесят лет, по килку, первых летах я смотрю, тысяч. Я не ходил до польской школы, я ходил до школы русской. И пани Виша мне писала в языке русском, а чтобы выраз был в языке польском. И она мне писала в языке русскими литерами. И я так учился в польскости. Моя мама Ванда Лис. Моя мама Ванда. И мой дядок был Полаким. Я jestem Полька. И она, видела, так с зачисленными зубами писала, что она полка. И всегда была в этих папирах, документах полка. 3 червца была ревизия у нас в доме. Люди нас умирали. Некоторые думали, что нас не знают на улице. Сиастры Заппе за свое отдание в праве польской были многократно репрессионированы. В летах 70-х чудом уникнули арестования. Это были дети улицы. Мы русские. Я говорю, мы не русские. Мы не русские. Мы полцы. И я приготовила им историю польской. Как не умирала историю, так учитывала себя. И история этих территорий, не всей Польской, но только те территории, о которых говорится, что есть Украина. И я им показала, что не только Польская, а сердце Польской – Лвов. Показала им, где Лвов, а где Польская. И Лвов в центре Польской. «Передина switches немедлительные письма от Пр inte pushes одновligенности письма . профессора Janusza Kurtyki, с информацией о признании Пани награды «Кустош Памяти Народовой». Прошу принять наши најсчерсше гратулации. – Дякую, дякую сердецьми, сердецьми дякую. Но у нас есть больше Пологов, не я только одна. У нас есть много. Дякую. Мы, поляцы, как-то жили. Старались мы се лончить се. Нас лончил ёнзик, мова ойчиста и костюл. Хелена Филиппионек уродилася в 1914 году в околице Денебурга. Сејть лет поздней легионы полське сточијы ту звыцезки буй з болшевиками. Дзяјй выдашня те упамятня помник, взнесенный к учци полеглых Полаків, валчајцых о волнојсть Уотфы. В веку шести лет Хелена Филиппионек захороваја на грузлице кости, кој, ко в поважном стопнију вплнја на јј здоровье. Мене не хотели пријћ до Харцетта, бо былам јж калеком. Але я се упарлам, що я хочу. А преслове наше муѓе – хчеть – то муць. Если захцеш, то збендзе. А если не захцеш – поленишся, то ничтега. Збендзе. Киде выбухла Друга Војна Святова, двојчетхарцерзе по-почихутку, пресед границе, пресекралися до Вилна и станели на апель… Препрашам, и станели пред военкоматем, војским, чтобы их подчас Другой Војны Святовой, в 1939 р. забрали. Але в 1939 р. у Вилни казали – «Идзе и чувайте на својих земјах». Хлопцы знову ж пресекрали се. И потам ці хлопцы повидзељле – «Гэле, ты се згадаш, жабысь могла контактоваў се». Добрше, контактоваўам се. Приходзели з падохранярзе. Приходзели. 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 Приходзели там цихо-цемни, офицерове дыверси, которых заданен было высадзание торов и складов тваров. По војне Хелена Филиппионек працаваа в Мейсцовой школе. Математики учијам. Агебра, геометрија. Но если было свято 3 маја, чи листопада 11 маја, војнц. Приходзели до школы, појзелам – «День добрый, веншуј дзиј за святој». А дядки видзели. Памятам, что на лекцијах математики какој так говорила, нам говорила о Богу, којсь такје, кој, кој, на тамте часы, в Советах, не дозволено было, но нікј не жалялся на то. Тако шјтно јо ослухались. До мне приходили дядки школьные, которые ходили, дети, до росыјских школ, але хотели знать язык польски, их историј, а я их учијам в дому. Хелена Филипионек мимо тяжкей хороби през целе жище позостаја бадзо актывна. Дзијј в Денебургу уважана јст за приводцем духове тамтејсшеј спојчности польскеј. През лата вспераја также дзялалнојј полскеј шкој, которая з јј инцјатыј отшымаја имје марсаўка Єзефа Пиўсуцкего. Хелена Филипионек прегазаја до Звјзку Полаков в Денебургу архијвум писарки Олги Даўшты, завирајајце непубликоване рэнкописы. В летах 90-х пани Хелена дзостаја нагроду финансовој в артости килкасет доларов. Нигде не використовала такі нагроды, свијадченија для себе, вобец тегу она уфундувала уставје каменя полским легионистам. Ојцијзна моја јстырка. Ојцијка. Ојцијка. Ојцијце за мишканија може быть рожне. Отак як насенка тих всіјстких дрзев. Росыпјајся. Ојцијце. 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 Чтобы смогли сделать что-либо, мне нужно было познакомиться с материалом, с событиями. И так, крок по кроку, гораздо глубже и глубже в лес. Усилую, на основе какой-то реконструкции, заниматься этой трудной, а также интересной, цивилизином описания фотографии. Как бы приводить этих событий, чтобы не были только какие-то сдавки, но такие, которые нам что-то скажут о czasie зарегистрированном в кадре. Продолжение следует... През целый год работы в МПВ, его помощь была неценена. Особенно, когда мы работали с фотографией. Пан Walkowski проводил у нас в музеум цепи, которые могли научить людей, как читать фотографии, как работать с фотографией. Уменность работы с фотографией, так как это делает Пан Зигмун Walkowski, так на правду в занятии. Я думаю, что могу здесь использовать такие, что Пан Зигмун, это действительно последний махиканин в этой бранже. Продолжение следует... 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 а с камерой. По точнее прийти к фотографиям, оказывается, что эти фотографии уже выполнены после войны для целей просто пропагандовых. Он способен найти, способен расшифровать, способен идентифицировать, способен вспомнить с днем, способен вспомнить с место. А можно сказать, где это было выполнено? Как я могу понять, как я могу дойти до того, что это за место? Это фотография очень богатая информация. Краты очень характерные, законченные очень характерными деталями. И самое важное информация, которое уже претензирует место сделки этого видео, это то, на чем стоит и этот взрывающий флагу киклерозу. Это балустрада. Потому что такие балустрады в этом конкретном месте и такие конкретные окна будут в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, который выставленный, в доме, в доме, По характеристичным убору, характеристичной торбе перепасанной и чапке, как уже слокализировали место выполнения фотографии, оказалось, что мы могли встретить человека, который срывал эту флагу. И этим человеком есть Станислав Бала, псевдоним Гиза. То есть именно этот объект, obecный музеум повстания, улица Гребовская, Товарова. Еще камин, который там был, еще стоит. Те zdjęтия находятся в архивум народовом в Коллитч Парк под Вашингтоном и есть этого огромная толщина. Каждое zdjęтие ма зарегистрована какая-то часть информации. Нужно только достичь эту информацию и потратить ее, как бы, декодовать. Можно увидеть на дах, ознакованный с фастиками. Это безопасность пред własными коллегами, чтобы им на голову чего-то недоброго не пустили. Не ма в засаде в среду заводовых историков людей, которые могли бы взять на себе cięжар приготовления шаты ilustрacyjной до какой-то важной книжки. Таких людей, которые занимаются только этим, есть также несущественно мало. Одним из них есть пан Зигмунд Walkowski. Он может привести читателя или зрителя в понимание, в климат, в атмосферу, в смак тамтего, какого-то исторического времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мальчик. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Был привязанный до панцеря советского чоуга и возили его как живую тарчу. В речне 1939 году, по агрессии советской на Польшу, Гродно как единство ставило опор на ездке. Нерувна walkа трала три дня. Огромцы Гродна за свою посту заплатили найвыжшую цену. Союзи безлитошно поступали также с жоуниверами польскими, которые впадали в их руки в поближе Jasta. Генерал бригады, Юзеф Олшина-Вилчынский, вычезли из машины, замордованы вместе с товарищами, стрелем в тыл головы. Дише это трагичное событие упометляет Желазный Крыж. Мейсом тем, как и с ментарем в Сопоцькинах, где живут жоуниверы полегли в речне 1939 году, опекуются тутыщие поляцы. В околице проводили несколько эксхумаций. Чашки там мы бачали, то чаленый был сзади, тут вот в головах, сзади, с тылу чаленый. Мейсом тем, как и сзади, тут вообще была одна загорочная дарнина. Мейсом тем, который был такой большой площадь и не видно было даже, что это кментарь. Все было загорочено, знижено, бульдозерами, зруйнувано. Когда встала переструйка, то немного встала свобода. Одразу поставили на поседение заразу проблем, который стал перед нами, вот этот кментарь, чтобы его как-то отбудить. Бо то, властьеве, то есть помник нашей полискости, тут. Далее, нам на том, чтобы молодежь поменила о тех людях, которые борются за справа полиско-и-полегли. В связи с этим организуем шерег вычечек для молодежи, для научителей, właśnie за звезданием местных памяти народной на Белоруси. Потому что час идет до прозу и так мало людей остается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова